С вами Умалик и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, ставить лайки, свои комментарии, делиться с близкими, родными, друзьями. И тема у нас «Аль-Маудул Хадии Уэля Шрун», то есть 21-я тема. Харфу «Ха» — тема сегодняшнего урока. И слова, которые здесь будут встречаться, будут иметь в наличии эту букву. Смотрим, какие у нас новые слова и примеры, предложения с ними. Первое слово «Ху́н» — это слово. Это глагол повелительного наклонения, который говорит «возьми». Это глагол, построенный от глагола «ахойде». Я вам его напишу. «Ахойде», то есть «брать». «Он взял», например, «ахойде». Пока мы запоминаем эту форму без того, чтобы учить построение. Начало, когда будем начинать изучение следующей книги, подробно эту тему будем разбирать. «Ху́з», то есть «возьми» от глагола «ахода». «Ху́з», то есть «возьми» от глагола «ху́з», то есть «возьми» от глагола «ху́з». «Ручку». «Ва́ра́ка́тан». «Вара́ка» — это лист. «Лист бумаги», как мы видим, здесь на картинке. «Ху́з», «Ко́ля́ман», «Ва́вара́ка́тан». «Вара́ка» — лист бумаги. Идем к следующему слову. «Аль-Ху́бзе». «Аль-Ху́бзе» — «Ху́бз» — это хлеб. Буква «Х» здесь уже в начале мы видим, да, в начале слова. Но так как артикль присоединился, то получилось, что это середина слова. «Аль-Ху́бзе». И поэтому соединяется из предыдущей, и у нас есть вот хвостик, подогнут, с последующей соединяется. Предложение. «Тана́ ва́ль-Аль-Ху́бзе ва́ль-Ху́дара». «Он поел хлеб», и мы видим «Аль-Ху́бзе» стоит с фатхой, потому что что, да, на что действие было здесь направлено, на хлеб и на овощи. Поэтому «Аль-Ху́дара» тоже видим фатха в конце. «Аль-Ху́дар» тоже имеет в составе буквы «Ха». Переходим к следующему слову. «Та́тубу́ху». «Та́тубу́ху», то есть «Готовит», «Она готовит», причем это глагол «Та́бэха» в настоящем времени здесь с местоимением «Ги́я». глагол «Па́бэха». «Та́бэха» – «Ятбуху». И так как здесь «Ги́я», мы видим на картинке девочка, поэтому «Та́тубу́ху». В этом слове уже буква «Ха» в конце, поэтому хвостик уже опускается ниже строчки. «За́йнабу́ Та́тубу́ху́ттаа́ама». «За́йнаб» – это женское имя, «Готовит», «Та́баха», то есть «Готовит», «Приготавливать пищу» именно, да, «Готовит» не что-то, а еду какую-то. Вот именно в этом контексте. «А́ттаа́ама» – «Еду», да, то есть «За́йнаб» готовит еду, получается. Почему глагол в такой форме, я вам объяснила. И запоминайте, что «Та́баха» и «А́тубу́ху» – средняя буква, серединная гласовка уже меняется с «Фатхи» на «Дому». Это надо запомнить, и тогда вам будет легко уже строить глагол в настоящем времени. Следующее слово «Пабахун» – «Пабах» – это «Повар» уже, да, «Повар», мы видим, который как бы непосредственно готовит еду. «Табах» и много, да, именно готовят много еды. Здесь буква «Ха» тоже в конце, но предшествующая перед ней буква – это «Алиф», и она не соединяется с ней, поэтому форма такая, как в отдельности. «Табахун» – «Повар». «Хэль анте табахун» – «Ты повар?» Да, здесь вопрос построен с помощью частицы «Халь» впереди, и мы понимаем, что это вопрос. «Хэль анте табахун» – «Ты повар?» Также у вас есть несколько дополнительных упражнений. Это на некоторые аяты, в которых встречается буква «Ха». Вот, потом вас просят написать по строчке, да, эти буквы в разной форме, то есть в начале, в середине, в конце соединения или без. И последнее упражнение здесь – это прочитать и написать следующие слова. Я вам тоже их прочитаю. «Мухтебер», «Хариди», «Хуруди», «Хальф», «Хабар» – это новость, какое-то известие. Можно еще сказать слово «Хуруди». «Хуруди» – это выход, да, то есть выход, например, «Харади», «Выходи», «Выход». «Хальф» – это «Позади», «Зади», то есть такое вот значение «Зади чего-то». Например, «Хальф альмандрасати», «Зади школы». «Худар» – это «Овощи» у нас сегодня уже было. «Табаха» – глагол «Сегодня встречался». Еще раз без уже комментариев прочитаю. Ну, давайте все прочитаю, потом без комментариев. «Хафир» – это «Худар» – «Позади», «Харуф» – это «Харуф» – это «Барашек», «Самин» – такой толстый барашек. «Хат Мухтар» – «Харадж» или «Хараджа Халид» – вышел Халид, да, Халид вышел. «Хабеза Халиль» – то есть «Делал хлеб», «Халиль сделал хлеб». «Хафа» – «Хальдун» – «Хафа» – это «Бояться», «Хальдун» – «Боялся». Еще раз прочитаю. «Мухтабар» – «Харид» – «Хуруд» – «Халф» – «Хабар» – «Худар» – «Табаха» «Хафир» – «Нашид» – «Худар» – «Тазад» – «Харуф» – «Самин» «Мухтабар» – «Чедид» – «Хата» – «Мухтар» – «Харад» – «Халид» «Хабеза Халиль» – «Хафа Хальдун» Эти слова себе дополнительные тоже выписывайте, то есть, ну, часто мы видим в использовании они приходят, поэтому будут вам мешало полезны. Не забывайте выполнять, прописывать, делать упражнения, если вдруг вы какие-то уроки пропустили, пересмотреть их, потому что мы уже как бы движемся к окончанию, да, то есть уже половину книгу прошли, уже почти две трети заканчиваем. Поэтому, иншаллах, будет скоро уже подводиться итог, когда мы закончим все темы. Баракаллаху фейкум. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok